Нет времени объяснять, нам нужно срочно приготовить томатный суп. Хотя, я думаю, пару секунд у нас все-таки есть. Привет, привет, добро пожаловать в симулятор кукинга. Сегодня мы с тобой должны приготовить томатный суп. Я очень надеюсь, что никто не отравится, когда будет кушать этот томатный суп, но мы с тобой постараемся, поэтому обязательно подержи этот ролик лайком, чтобы мы с тобой никого не отравили, потому что я боюсь, что нас могут просто закрыть, если мы кого-то здесь успеем отравить. Хотя, я надеюсь, что это у нас не произойдет. Ну что, у нас тут есть две кастрюльки. Нам понадобится большая кастрюля, найдите ее, убедитесь. Убедитесь, хорошо, я нашла. Значит, нам нужен бульончик. Бе-бе-бе-бульончик, я здесь помню, что ставила куриный бульон, 700 миллилитров. Хорошо. Где тут у нас красная пимпочка горит? 700. Ну, поехали. Потекла. Такс, наливаем, наливаем, 700 миллилитров. Вообще, мне игрушка нравится. Знаешь, так вот забавно все это готовить, учитывая, что тут все прям такая вот... Точность, это не просто какой-то там симулятор, где мы просто готовим, а у нас тут должна быть еще действительно такая вот практически ювелирная точность. Мы успели где-то разлить этот бульон. Такс, ну что, добавьте соль, черный пелец, пелец, черный пелец. Сейчас добавим, я предлагаю где-нибудь вот здесь поставить. Чи-чи-черный, всего по 12. А, каенский 6, хорошо. Черный, поехали. Тыц, все, готово. Смотри, как ювелирно, да? Эх, как я могу, когда хочу. Когда не хочу, точнее, отравить, когда хочу похвастаться перед нашим посетителем. Так, ставим сюда. И немножечко-немножечко каенского перца. Надеюсь, наш посетитель любит каенский перец. Ставь сюда. Супер. 6 помидор, добавьте... А, 8 помидоров, большую. Мне кажется, что добавлять помидорки нужно после того, как ты их порежешь. Давай-ка сюда положим. Сюда можно, да? Можно. И если осторожно, можно положить. Так, пойдите с кастрюлей в кладовую, купите 8 помидоров. Подожди, ну перед тем, как их купить, их надо, наверное, порезать. А то какой-то у нас странный этот товарищ. 8 штук, ты понимаешь? Главное, мне нравится, что наш повар может носить только по штучке. Он не может больше носить. Ему сложно. Значит, сколько мы там взяли? 5, 6. Помидорки, только не раскатитесь, пожалуйста. По-моему, сейчас будет 7, или мы уже 7 взяли? Нет, вот 7. Да, да, вроде бы 7. Жалко, мы быстро бегать пока не можем. Ну ничего, мы еще это прокачаем. Положи сюда, пожалуйста. Готово. Где мой ножик-режек? Но-но-но-но-ножик. Слушай, какой я нож положила? Я его так понимаю, что не мыла после прошлой готовки. А, кому она надо? Слушай, где мой нож? Куда я успела нож положить? Чувак, не мелькай мне тут. А, я вспомнила, там где тарелки. Все, супер. Забирай. Хорошо живет на свете. Так, поехали. А что ты не режешь? Ну. А, вот оно что. Смотри, как красиво. Тыц, тыц. Опа. Смотри, сейчас просто по красоте мы сейчас сделаем. Ну просто надо же порезать, а то кто будет кушать здоровые помидоры? Серьезно тебе говорю. Оп. Все, развалились. Хорошо, теперь как нам это все в кастрюлю положить? Положи, пожалуйста, здесь ножик. Давай, возьми. И давай вот это все в кастрюльку. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, подожди. Надо в кастрюльку это все поставить. Ну-ка. Оп. А нельзя это просто было сразу взять, чистить из кастрюльки? Будет забавно, если это делать не надо было. Ему просто надо, чтобы мы помидорки побросали. Ну, я хотела как лучше, как говорится. А получается, как всегда. Ну, согласись. Ну, это как-то было бы странно, если бы мы помидоры просто так бы побросали. Не хочет, да? Полностью взять с доски, счистить. Может, надо было мельче порезать? Или наоборот? Вообще, такие подобные супчики, это получается даже такой вот крем-суп. Его нужно блендером перемолоть. Да чтоб тебя! Нам нужна луковица. Сейчас, подожди. А, мы уже положили? Все? Все, ему подходит. Луковица. Хорошо. Один репчатый лук. Лучочек. Лучочек. Все. Странно, я же вроде не восемь положила. Ну, ладно, ему виднее. Давай тоже порежем. Давай, чтобы так красивенько. Хотя бы пополам. Нет, подожди. Вот лучок. Чик. И давай вот так чик. Все. Нет, не-не-не, положи нож. Нож тебе не нужен. Смотри, берем... Нет. Получается, надо наоборот все это сделать. Забирай кастрюльку. Вот это неудобно, капец. Он, понимаешь, перекрывает. Есть. Вообще, и помидорок надо побольше. Это будет какой-то ненаваристый супчанский. Значит, нам нужно сюда поставить. Хорошо. Включаем быстренько. Сковородку вообще хочу убрать. Сковородка намешает. 60 секунд. Давай посмотрим таймер. Значит, я хочу его использовать. Детальная shift. Погнали. Ну. Сдвинуть, бросить, установить таймер. Да. Давай-ка на... Ну, давай на вот так вот поставим. S. Вот. Поехали. Запустить. Положи сюда. Я так понимаю, что нам нужно будет быстрее, потому что оно уже, смотри, скоро закипит. Сварите суп. Да, нам нужно чуть поменьше времени. 50 секунд. Ну, мы закончим раньше, чем он зазвенит. Поэтому надо сейчас следить за тем, что у нас тут готовится. Слушай, супчик, это прикольно. Это здорово. Главное, чтобы у нас сейчас клиент тут не слинял. Клиент! Вы ждете? Кто там сигналит? Давай хоть посмотрим что-то на улице. Ничего интересного. Конечно, у меня на кухне интереснее. Так, 25. Я так понимаю, что вот-вот-вот. Но как-то странно, смотри. Помидор и репчатый лук, они уже практически готовы. А суп-то еще должен вариться-то и вариться. Выключите огонь. Хорошо, выключили. И измельчите ингредиенты. Как ты хочешь, чтобы я это сделала? Блендером же, я надеюсь. Измельчите. Ну, я надеюсь, что блендером. Хорошо. Давай вниз. Ну, вроде бы все. Сметанку надо налить! Сметанка. А то не звенитый. Все, хорошо, молочага. Так, сметанка, сметаночка. Надеюсь, что-то не испортилось. 150 миллилитров. Хорошо. Подожди, подожди, подожди. Ой, поторопитесь. 150. Помедленней. Вот, по-моему, все, да? Еще немножко. По-моему, все. Все, хорошо. Так, взять глубокая тарелка простота. Глубокая тарелка простота. Ой-ой-ой. Сейчас наливать будем? Возьмите нас, направьте, чтобы нажать еще. Держите аккуратно. Тихо, сейчас ему не тот бульон налью, и все, и будет нам капец. Так, бери быстрее. Ну, понятное дело, что пока что мы не будем очень быстро справляться. Нет. Вот здесь. Сколько нужно-то? Пора подать блюдо. Все, подать? А можно я все остальное выпью? Бегом, 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 бегом. Все, подаем. Слушай, успели. Успели, по-моему. Буквально за пару секунд. Ну-ка, ну-ка. Да я красава. Я вообще молодец. Ты посмотри. Гость. Да я просто готовлю идеально. Новый заказ, убожечки-кошечки. Форельку. Хорошо. Думаю, вы спр... В смысле я справлюсь сама? Ты что? Нет, это... Это не форелька. Нет, положи обратно. Положи, говорю тебе. Туда положи. Так, форельку, да? А, запеченную подайте. Подайте запеченную. Слушай, а как ты хочешь, чтобы я ее запекла? А мне хоть кто-то что-то будет объяснять? Не? Как мне ее готовить? Ну, не рецепт хоть есть? Рецептик-то, пожалуйста, дайте. Ага. Значит, возьмите форель, приправа, черный перец, тимьян, укроп. Черный перец, тимьян, укроп. Черный перец, тимьян, укроп. Блин, надо куда-то деть эти все помидоры. Ты можешь как-то его... Все, выбросили. Черный перец, тимьян, укроп. Черный перец, черный перец. Так, готово. Все. Еще раз сыпанем. Все, супер. Черный перец, тимьян. Тимьян это был укроп. Укроп. Хорошо. Поехали. Все. Отлично. И черный перец, тимьян. Есть. Хорошо. Сколько тут уже? Раз, два, три, четыре, пять. Я боюсь, что мы мимо. То есть мы же не попали даже по форельке. Или попали. Да нет, три грамма только черного перца. Все-таки надо попадать. Все, готово. Получится, поперчили этот самый сковородку. Это у них сковородка. Раз, два, три. Есть, готово. Сколько на тебе уже? Так, сушеный тимьян. И тебе, слушай, это практически ювелирная точность. Все, супер. Ставь сюда. Готово. Это мы сделали. Что дальше? Поместите на противень духовку на 90 секунд. На противень. Духовка на 90. Противень, противень, противень. А что нельзя? Что тебе не нравится-то? Ладно, возьмем противень. Наверное, наоборот надо. Духовку на 90 секунд. Ну, ставься ж ты, корявая. Что тебе не нравится? Ну. Слушай, как-то криво становится. Согласись. Что-то у нас сейчас только что было. Включай. А, нет, включаем. Так, я хочу поставить таймер. Надо поставить на 90 секунд. Нет, нет, нет. Это получается минута 30, да? Угу. Поехали. 90 секунд, это же правильно? Правильно. Давай дальше считать, что нам нужно. Поместите на противень, поставьте приправу, сушеный хрен, положите на тарелку. Дольки лимона. Четверть по 20 грамм. Ага, на четвертинке лимон. Опять нам фарельку эту заказали. Хорошо, давай возьмем ножик. Точно на четвертинки? Значит, дольки порежьте лимон на четверти по 20, на ту же тарелку. Хорошо, давай попробуем. Так, взяли. Окей. Значит, где мой ножик? Ага, вот так, смотри, раз. И я хочу развернуть. Ай-яй-яй-яй-яй, зря мы это сделали. Смотри, вот так сейчас сделаем. О, ну почти, почти красиво. Почти красава. Он еще не зазвенел? Сколько там осталось? 40 секунд. Как там наша фарелька? Непонятно пока как фарелька. Хорошо, давай смотреть, что еще. Украшение из петрушки. Свежая петрушка 6 грамм. Ну, у нас она есть. Значит, смотри, что нам нужно сделать дальше. Нам нужно взять тарелку. Глубокая тарелка. Тарелка простота. Тарелка простота. Давай, наверное, 19 секунд. Ну, я думаю, что можно за секунд 5-6 достать. И, наверное, уже будет все. Я больше никогда не буду ставить огнетушитель в духовку. Зачем он это делал, интересно? Давай выключать, давай, наверное. Оп. Такс. О, слушай, просто... Ну, просто перфект. Я красава. Значит, лимончик нам нужен. Не звени мне здесь. Тыц, тыц, тыц. Давай пока лимончик не падай. Все. Не звени. Говорю тебе, не звени. Положи. Теперь мне нужно 6 этих самых, 6 грамм. Будем бегать туда-сюда. По 2 грамма он носит, понимаешь? Тяжело ему. Есть раз. Форель, наверное, лучше не трогать. Она, небось, горячая. Размещаем. Очень хочется попробовать какое-то еще интересное блюдо приготовить. Такс. По-моему, все, да? Давай посмотрим. Времени осталось, конечно, мало. Свежую петрушку положили. Это все... Сушеный хрен, сушеный хрен. Сушеный хрен. Все. Так, где моя рыбка? Есть. Все. Я красавчик. Я все сделал. Укроп. Блин, укроп. Хрен только 2. Почему только 2? Все. Положить надо. Ну, немножечко мы переборщили. Укропа надо еще. Чуть-чуть. Чу-чуточку. Давай. Все. Я думаю, что хватит. 5, 5, 5. Все. Супер. Можем подавать. Слушай, а прикинь, сейчас нам скажут, вот, вы молодцы. Вы такое топовое блюдо сделали. Я надеюсь, что мы топ приготовили. А то будет еще смешно, что не то. Замеченная форель. Слушай, ну согласись, что похоже. Ну-ка. Да ладно, на 5 звезд мы все сделали. Офигеть. Я молодец. Я молодчина. Вы быстро сволились с новыми. С новыми. Какой у нас план, спрашите вы? Я хочу, чтобы это место прошло через стерник 5 звездам. Что нам нужно сделать? Ну, вообще, не нам, а вам. Каждое поданное вами блюдо влияет на ваш уровень славы. Справляйтесь хорошо. Уровень растет. Напортачите. Понятно. Но это еще не все. Чтобы получить звезды славы, нужно привлечь ресторанного критика. Для этого нужно выполнить норму по очкам славы в конце дня. Это ваше первое задание. Поднимите ваш уровень славы до 30. А у нас какой? Ну, неплохо. 30. Впечатляет. Вы выполнили норму по уровню славы. Вы продолжаете в том же духе. И к концу дня мы точно привлечем ресторанного критика. Мамочка! Серьезно? Набрать больше нормы, чтобы не нервничать. Да я согласна. Ура! У вас получилось. Ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра. Ой. Впечатлите его и вам. И нам гарантированно звезда славы. Когда критик придет, сосредоточьтесь на его заказе. Наберите не менее 4.0, чтобы сдать ему экзамен. Мамочка! Я боюсь! Завтра к нам придут с проверкой. Это прекрасный шанс завоевать славу. Будьте готовы. Да я, конечно, буду всегда готова. Ну и что? У нас уже, между прочим, практически второй уровень, да? Ну хорошо. Выберите навыки. Что мы можем с тобой сделать? Улечить прибыль. Усилитель очков. Давай что-нибудь. Скидка на награды. Усилитель опыта. Опыт за звезды. Цепочка блюд. Усилитель славы. Давай возьмем вот это. Скидка на жидкость. Скидка на продукты. Так. Давай смотреть, что есть еще. Защита славы. Вы теряете на 10 меньше славы. Прочная утварь. Давай вот это возьмем. Нам надо сейчас замедлить остывание. Сгорание. Вот. И сгорание. Что, зная себя? Зная себя, я точно сделаю что-то не то. Мы свинина на кости или же простой украинский борщ? Думаю, надо расширить наше меню. Тарелки выберите свою любимую. Я хочу борщик сделать. Хотя тут нам 30. Свинина на кости с печеным картофелем. Давай, наверное, борщик. Или тебя. Или тебя. Сколько времени есть? Давай борщик. Куриный бульон, суп. Понятно. Налейте жидкости в глубокую тарелку и подайте горячим. Окей. Я согласна. Все. Ну так выбираем. Выбрали? Нет. Надеюсь, что да. Для этого рецепта нужны новые ингредиенты. Поищи их в магазине. Да я понимаю. Хорошо. Давай продолжим. Свекла теперь есть в магазине и в кладовой. Так, с первую звезду выберите не вместе. Заказ. Критика. Морковь теперь есть в магазине. Окей. Понятно. Понятно. Петрушка теперь используется в наших блюдах. Слушай, закрой это все. Сегодня у нас возможность похвастаться наработками. Вы не растеряете. Да я не растеряюсь. Ты что? Ты щи то. Открываемся через час. Используйте время, чтобы подготовиться к работе. А что нам надо? Ресторанный критик должен быть примерно через 4 часа. Серьезно? Пропустить подготовительную фазу. Слушай, ну давай свеклу, наверное, купим. Хотя зачем нам покупать? Мы же ее просто здесь возьмем и все. Ну давай, наверное, я не знаю, будет у нас в заказе. Давай пропустим. Давай попробуем пропустить. Ой, кто разбил монитор? Первый заказ какой? Новый. Опять форель? Опять запеченная форель? Да мы с тобой сегодня просто станем топовыми форелистами. Значит, нам нужно взять... Я уже... Смотри, короче. Я тебе показываю, как готовить форель. Вот, я проверяю. Значит, сейчас нам нужно... Перец, тимьян, укроп. Сто процентов. Сейчас мы с тобой сделаем топовую. Укроп. Топовую форель сделаем. Есть. Готово. Постараемся сейчас все очень классненько так. Ну-кась. Пока что у нас мало рецептов. Вот, пять. Смотри. Смотри и учись. Подожди. Тимьян надо-да. Надо-на-на-да-на-да. Тимьян. Готовим рыбу вместе с Дашей. Слушай, надо бы попробовать такую форельку приготовить. Хотя как-то странно. Я надеюсь, что она хотя бы потрошенная. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Все. Смотри. Смотри, какая красава. Так, ну покажи мне. Блин, укропа четыре. И сколько тимьян четыре? Зараза ты такая. Ну-ка. Есть. Укроп нужен. Это черный перец. Укропчик. Все. Ну, я надеюсь, что уже все. Положи. Пять, пять, пять. Значит, открываем. Забираем противень. На противень. Отлично. Ну, давай, поставь ты его куда-нибудь хоть. Хоть где-нибудь, хоть как-нибудь. Все. Мы все правильно делаем, да? На противень. Девяносто секунд. Сушеный хрен надо не забыть. Так, закрывай. Ставь. И теперь надо 1,80. Так. В смысле, 1,30. Все, поставили. Хорошо, нам нужен лимончик. Блин, блендер тут валяется. Ну, это классика жанра. Ты же понимаешь. Блендер валяющийся, это нормально. Кто-то удивился? Я вот лично нет. Лимончик. Взяли лимончик. Сейчас мы его порежем. Смотри, постараемся мы его порезать классно. Значит, нам нужно порезать лимон. Давай-ка мы тебя вот так сначала порежем, правильно? Так. И, блин, вот это сейчас мы неправильно сделали. Давай. Давай я хочу немножечко тебя... Блин. Ладно, давай тебя сначала порежем. Оп. Есть. Смотри-ка, смотри, смотри, смотри. Сейчас сделаем красиво. Оп, 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 оп. Оп. Чтоб тебя лимон дурацкий. Есть. Опа. Смотри, как красиво. Вообще, я так понимаю, что надо было на четыре части типа красивенько сделать. Но у нас оно получилось так, немножко странненько. Значит, лимон есть, свежая петрушка есть. Подавать горячим. Вот. Вот это большая проблема. Может быть, что мы блюдо не доведем до горячего состояния. И тогда все. И тогда полный капец. Так, ты жаришься? Молодец. Тарелку давай пойдем возьмем. У нас, кстати, тарелки заканчиваются. Главное, ничего не разбить. И вообще, я бы хотела... Что у нас тут? Помидоры валяются. Это нормально, в принципе. Блендер. Ты можешь положить куда-нибудь в блендер? Вообще, на нормальной кухне все должно лежать на своих местах. Вот, поставь сюда. Почему-то наш повар не хочет никуда, например, убирать... Слушай, повесь. Во. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоять. Да не... Да все, не жужи мне тут. Отключай ты эту дурацкую самую. Форелька готова. Форелька готова. Форельечка моя дорогая. Не звони мне. Не звони мне. Не звони. Хрен-то сейчас я положу. Не звони, сказала. Ты сейчас тебя выкину в окно. Это будет очень забавно. Соль. Молотый каенский перец. Сушеный хрен. Сушеная хрень. Ну-кась. Тыц. Еще, да, надо? Все. Мне кажется, что уже просто перфект. Ну-ка. Пять, пять. Подожди, хоть пять, я надеюсь. Пять, пять, пять. Да. Лимон. Дольки по 20 грамм. Sorry. Sorry. I'm very sorry. Немножко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, можем сейчас, типа, взять. Это по красоте. Сейчас на пол упадет, смотри. 100%. Хоть одна-то упадет. Нет, да ладно, я просто... Я просто мастер. А где один... Куда делся один лимон? Блин, где один лимон? Лимон пропал. Кыш отсюда. Смотри, раз лимон, два лимон. Тут оба лимон... Блин, один лимон пропал. Хорошо, давай возьмем тебя. 8 грамм. Ну, будем считать, что это правильно. Хотя, ну, неправильно. Давай, наверное, выбросим этот лимон. Я сделаю лучше новый. Потому что я так понимаю, что... Нам может влететь. Ну, давай возьмем. Блин, денег мало. Всего мало. Давай, бери. Блин, мы же использовали, да? Давай, режем. Оп. Смотри сейчас, как красиво будет. Опа. Слушай, прям этот самый. Прям мастерски. Давай возьмем тарелку. Прям сразу на тарелку пусть бросает. Раз, два, три, четыре. Нам теперь нужна петрушечка. Вообще, надо было с собой тарелку взять. А я туда-сюда бегаю. Раз. Давай, 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 давай. Раз. Два. Вот это не по-мастерски, как ты понимаешь. Неправильно делаем. У нас укропы, это петрушка укропная растет, не пойми где. Хотя вообще это классно, это знаешь, так экологично. Есть. Все. Все, мы все сделали. Лимон. Есть свежая петрушка. Есть. Ушеный хрен. Есть. Все. Супер. Официант. Официант. Давайте, пожалуйста, наше блюдо. Есть. Сколько? О, пятерка. Мы получили пятерку. О, это супер. Слава 38. Жалоб нет. Гость доволен. Вы заработали достаточно очков готовки, чтобы открыть новый рецепт. Для этого воспользуйтесь приложением для ноутбука. На ноутбуке, точнее. Новый заказ у нас что? Ресторанный критик. Ресторанный критик. Ресторанный критик. Это звезд должно быть не менее четыре. Да, я помню. Но я думаю, что ресторанного критика мы отложим уже на следующую серию. Поэтому, если ты хочешь знать, как я справлюсь с ресторанным критиком, ставь лайк, подписывайся на канал, на колокольчик нажимай. Увидимся уже в новой серии очень скоро. Хорошего настроения. Пока-пока.